Вот это движение, вот это вот движение, у тебя идет сбивка прицела, да, и ты делаешь это движение, тебя могут заметить. Вот, СВТ, ты просто держишь и жмешь на курок столько, сколько нужно там, потому что у тебя магазин, он заряжен, да, и ты можешь не дергать затвор. Поэтому с точки зрения эффективности снайперской стрельбы, да, вот СВТ, она была получше, любили ее очень часто, но здесь, тут как бы идет разговор о точности, да, и о мощности патрона. Почему Мосинка, она используется? Во-первых, патрон 7,62, русский рантовый, закраинный, он, его много. До сих пор он активно выпускается промышленностью, это во-первых. Во-вторых, много складских запасов. Винтовка очень мощная, хорошая, хорошо, если ее хорошо пристрелять, то она, в общем-то, эффективно может работать на очень хорошей дистанции. Если поставить хороший прицел, более современный, то вообще можно добиться очень хороших результатов. Вопрос в том, что, да, кто-то любит олдскул, да, но, соответственно, мы всегда должны понимать о том, что техника и наука, это не стоит на месте, все развивается. Соответственно, конечно, сейчас, а война, это самая лучшая школа в жизни. Почему? Потому что на войне сдают экзамен кровью, здоровьем и человеческой жизнью. Поэтому на войне очень быстро учатся. И все новое, конечно же, там очень быстро внедряется в жизнь. Почему? Потому что это может дать результат. Сейчас, just now, ну, просто вот как бы очень быстро. Вот. И поэтому, конечно же, современные там, да, стрелковые комплексы, они очень нужны, важны. Но есть те, кто предпочитает олдскул. И поверьте, это тоже достаточно эффективно с точки зрения уничтожения противника. Продолжение следует...